Министр спорта края против министра спорта России. Такое возможно разве что за теннисным столом. Разыграть партию двум мастерам спорта по настольному теннису в удовольствие. Глава федерального ведомства Олег Матыцин сегодня почетный гость чемпионата Сибири, который впервые проходит на Алтае. Развитию этого вида спорта особенное внимание. В регионе созданы две команды мастеров, а сегодня официально объявили в Барнауле создадут региональный центр по настольному теннису. Он должен появиться в 2024 году. Вижу даже по составу участников, по интересу к настольному теннису, что это не просто чья-то идея, а это реально необходимость сегодня назревшая. Вижу, что много тренеров работают в сибирском регионе и очень успешно работают. Очень много представителей Сибири в сборной команде Российской Федерации. Задать свой вопрос министру тут же выстроились в очередь. Так от одного из тренеров прозвучала просьба приравнять соцгарантии мастера спорта СССР и России, которые имеют отличия в нескольких сибирских регионах. Также Матыцына просили оказать финансовую поддержку ветеранскому движению спортсменов, решить проблему с монополизацией льда. Сейчас он, по сути, в руках одного владельца, и фигуристы вынуждены платить в три дорога за аренду льда для тренировок. Будем пробовать договариваться с коммерческими объектами о предоставлении бесплатного времени за счет бюджета, в том числе и Министерства спорта. И каждый муниципалитет будет тоже делать определенные шаги. Совместные действия планируются и на уровнях выше регионной федерации. В рамках рабочего визита Олег Матыцын и губернатор Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписываемое сегодня, станет своего рода дорожной картой нашей совместной работы на несколько ближайших лет. Документ коснется нескольких направлений. Нацпроекта «Спорт. Норма жизни», оснащение и строительство спортобъектов, так и с крупных краевых планов появление ледовых арен в Барнауле, Бийске, в последнем строительство футбольного поля. Кроме того, установка в районах площадок для сдачи норм ГТО, помощь в оснащении инвентарем спортшкол. Кстати, лучших тренеров региона Матыцын наградил сегодня лично. Мы же мечтатели, мы все время хотим, желаем, стремимся к чему-то, потому что результаты детей, когда видишь, придают тебе силы. Когда ребенок развивается, выполняет разряд, как будто ты выполняешь свой труд, вкладываешь в него. Много у вас чаще всего занимается? У меня лично 45. А всего сколько здесь занимается? В районе 120 человек. С юными скалолазами министр познакомился в спорткластере «Лабиринт», где сейчас находится единственный в краевой столице скалодром, а после отправился на грибной канал, где в этом году пройдут соревнования международного уровня. Олег Матыцын лично осмотрел состояние инфраструктуры, поинтересовался ходом строительных работ и обещал оказать поддержку.